Здравствуйте, друзья! И в этом видео я покажу 6 масштабных моделей от производителя Burago в масштабе 1 к 43 в тюнинг исполнения. Я покупал эти модели около 5 лет назад. У нас одно время продавалась серия под названием Street Tuners от производителя Burago. Там были как модели в 24 масштабе, так и модели в 43 масштабе. И сейчас я вам покажу коробочку от этих масштабных моделей. Это, в принципе, обычная коробка для моделей в 43 масштабе, только она выполнена в черном цвете, и здесь есть логотип Street Tuners. Я думаю, кто из вас покупал модели от Burago, тот знает, как выглядят данные коробки. И у данного производителя в этой серии было порядка 10 моделей. Они были в разных схемах окраски. Я выбрал наиболее интересные для меня из этой серии моделей, приобрел их. И это, в принципе, мои единственные модели от Burago в новодельном исполнении. То есть те модели, которые уже выполнены в Китае, а не в Италии. А помимо этих моделей, у меня от Burago довольно много именно настоящих итальянских старых Burago. Я также сделаю общее видео, где я постараюсь показать вам все свои старые бурашки. В принципе, мне модели итальянского производства нравились. А к этим моделям, скажем так, у меня особого интереса нету, потому что сейчас довольно много других аналогов за приемлемую цену в лучшем качестве. И также я вам покажу для сравнения некоторые модели из этого же ценового сегмента. Эти модели, если не ошибаюсь, я покупал за 4 евро за штуку. Это было на то время по курсу что-то порядка 200-300 рублей. В принципе, цена, которая сопоставима с моделью из журнальной серии. Также я вам покажу некоторые модели из журнальной серии и покажу вам одну дорогую модель BMW 600 серии, просто для сравнения, чтобы вы посмотрели, насколько отличается действительно коллекционная модель от этой, скажем так, машинки, которая отдаленно напоминает масштабную модель. Ну, давайте начнем наш обзор с модели Chrysler 300C. Довольно интересная окраска, очень яркий красный цвет, видите, с такой черной полосой, с белой окантовкой. В принципе, мне очень нравится схема окраски этого автомобиля. Также у модели сделаны тонированные стекла, тонированные передние фары. И это, пожалуй, первые модели, у которых появились резиновые покрышки, потому что до этого у модели от Burago были просто такие пластиковые колесики. Они больше напоминали какие-то пуговки. И, в принципе, конечно, эти колеса портили вид масштабной модели. Также, видите, у модели есть отдельная фальшелетерная решетка. Протитуманные фары обозначены просто серебристой краской. В принципе, довольно примитивное исполнение, больше похоже на игрушку для детей. Также задние фонари обозначены просто краской. Есть, видите, имитация номерного знака. Также есть шильдик на крышке багажника. Выхлопные трубы отлиты вместе с кузовом масштабной модели, обозначены просто серебристой краской. Ну и очень простое исполнение днища. Видите, здесь есть надпись Burago, сделано в Китае. Масштаб 1 к 43, но, в принципе, я думаю, что эта модель отдаленно напоминает масштаб 1 к 43. Я не делал замеры, но в большинстве случаев Burago просто подгоняет свои модели под коробку. Иногда они бывают большего масштаба, иногда меньшего. Здесь такая, в принципе, сборная солянка, поэтому особо опираться на достоверность масштаба я не советую. И также я вам покажу такой аналогичный Chrysler, который есть в моей коллекции от производителя Maisto. Это, в принципе, тот же Burago. У них полностью идентичный кузов, только, видите, здесь модель выполнена в гражданском исполнении. И вот видите, какие колесики ставит производитель Maisto. В принципе, такие же колеса ставит и производитель Burago. Очень простые, полностью сделаны из пластика. Ну и, в принципе, то же самое. Отдельная фасчетная решетка, отдельные фары ближнего света. Все остальные элементы просто нарисованы на кузове. Видите, в принципе, тот же номерной знак, те же выпускные трубы. Тоже днище, только вместо Burago здесь написано производитель Maisto. Вот видите, я могу для сравнения показать. Полностью идентичные. Одна пресс-форма просто выпускается на разных заводах и под разными брендами. Вторая модель. Это модель Ford Mustang GT. Тоже довольно интересная машинка. Если не вдаваться в подробности, видите, уже другие колесные диски. Они выполнены в черном варианте. Низкопрофильная резина. И вообще, если этот колесный диск перевести в настоящий масштаб, то он будет около 24 дюймов в диаметре. Такие, в общем, огромные колеса. Также тонированы стекла. Видите, здесь уже сделана матовая крыша. Тоже такой есть логотип. В принципе, эти модели чем-то напоминают автомобили из Форсажа. Когда была модна, скажем так, та серия кинофильмов, то многие люди тюнинговали свои автомобили, настоящие модели. И вот, в принципе, эти машинки очень хорошо вписываются в эту серию. Опять же, есть отдельные фары ближнего света. Такая, скажем так, довольно примитивная имитация. Это протитуманные фары, видите, отлиты вместе с фальшилетерной решеткой, обозначены просто серебристой краской. Также просто краской обозначены поворотники. Опять же, очень простецкое днище. Ничего особенного здесь нету. Ну и задние фонари также обозначены просто краской. Но, тем не менее, видите, все элементы нанесены очень аккуратно. Вот это, конечно, плюс у моделей Burago. Если их сравнивать с моделями из журнальной серии, то, что здесь все нанесено очень аккуратно. И также для сравнения я вам покажу Ford Mustang из журнальной серии. У меня он тоже есть. Я думаю, у многих из вас тоже есть эта модель. Я его немножко доработал, раскрасил салон. Как видите, он у меня в таком двухцветном исполнении. Белые сиденья и, в принципе, черный пол. И наполовину, скажем так, черная панель приборов. Вот так выглядит Ford Mustang. Как видите, разница существенно отличается. Хотя эта модель тоже выполнена довольно просто, если сравнить аналогичный Ford с моделью от Minichamps. У меня от Minichamps тоже есть мой Ford. Я как-нибудь его найду и сделаю видеообзор. Также здесь я, видите, доработал выпускную систему, поставил номерные знаки, обозначил сектора заднего хода на задних фонарях. Ну, вот видите, в принципе, эти модели примерно из одного ценового сегмента. Просто модель от Burago выглядит более эффектно, потому что, видите, она такая тюнинг-машинка. Так, третья модель. Это модель Chevrolet Corvette в кузове C6 в варианте Cabriolet. Тоже очень необычный и яркий цвет. Видите, здесь уже колесные диски выполнены в золотистом варианте. Нанесены яркие желтые полосы. Опять же, тонированные стеклышки на фарах. Видите, лобовое стекло. Ну, довольно просто сделан салон. Задние фонари обозначены просто краской. Есть логотип Chevrolet Camaro. Ой, извиняюсь, Chevrolet Corvette. Номерной знак. Ну, и, в принципе, тоже очень простецкое днище. И для сравнения покажу вам модель из журнальной серии. Она тоже выглядит довольно просто. И здесь колесные диски я заменил на другие, потому что эта модель у меня была на запчасти. С нее я снял колесные диски и поставил на другую масштабную модель. В принципе, у меня есть такой аналог от производителя Ixoo. Это немножко улучшенная версия модели из журнальной серии. Поэтому, в принципе, эта модель у меня пойдет или на запчасти, или, возможно, я ее на что-нибудь обменяю. Так что пока она у меня в таком состоянии. Четвертая модель – это модель Dodge Magnum. Довольно редкий автомобиль. И эту модель я тоже нашел, по-моему, на четвертый раз. Потому что в большинстве магазинов вот именно этот Dodge Magnum не продавался. Видите, автомобиль выполнен в двухцветном варианте. Такой ярко-зеленый, с матовыми полосками. Как на капоте, так и на крыше. Здесь, опять же, идет другой вариант колесных дисков. Опять тонированные стекла. Отдельные фары ближнего света. Все остальные элементы отлиты вместе с кузовом. Обозначены просто разными цветами. Также есть имитация задних фонарей. Они просто окрашены на кузове. Есть выпускная система. Очень простое днище. Видите, ничего особенного здесь нет. Но зато эти модели довольно сложно разломать. Если, например, взять модель из эпоксидной смолы, то там, если она упадет у вас с полки, или вы дадите ее играть ребенку, то там за 10 минут от модели ничего не останется. Здесь, в принципе, модель проживет довольно дольше. Аналога более дорогого у меня нету на эту масштабную модель. Поэтому, в принципе, в моей коллекции только пока что. Вот машинка в таком варианте. Дальше у нас идет Subaru Impreza. Тоже, видите, в таком тюнинг-исполнении. Здесь я поставил колесные диски меньшего диаметра. В принципе, они смотрятся более реалистично, потому что изначально на этой модели стояли вот такие огромные колеса. 24 дюйма, конечно, на такую маленькую японскую машину эти колеса смотрятся не совсем уместно. Опять же, тонированные стекла. Довольно интересная, видите, схема окраски. Здесь есть надпись Burago на лобовом стекле. Тонированные передние фары. Задние фонари обозначены просто краской. Опять же, простое днище. И для сравнения я вам могу показать модель, которая стоит еще дешевле, чем эта модель от Burago. Это машинка от Carorama. Вообще, я считаю, что за свою цену Carorama делали просто великолепные модели. Они даже по своей детализации превосходят модели журнальной серии, а стоят намного дешевле. Вот видите, какой Subaru есть в моей коллекции. Эта модель стоила 2 евро. Эта модель стоит 4 евро. Видите, в принципе, в два раза дешевле, а качество исполнения намного лучше. Здесь, если раскрасить салон, то эта машинка будет даже лучше, чем модель из журнальной серии. Видите, даже выпускная система сделана отдельным элементом. Вот здесь стоит примоток, поэтому особой детализации этой трубы вы не увидите. Но моделька просто шикарная. И последняя модель – это модель BMW 6 серии в кузове кабриолет. Тоже довольно интересный цвет. Видите, такой темно-серый, металлик, матовый. Здесь, опять же, стоят другие колесные диски. Они похожи по дизайну на диски, которые стоят на Chrysler, и только здесь они сделаны полностью в хромированном варианте. Ну и тоже довольно, видите, простое исполнение. Большинство элементов обозначены просто краской. Тоже очень простое днище. Видите, черный неокрашенный салон. И для сравнения покажу вам аналог от производителя Kiosho. Конечно, видите, вот это уже настоящая коллекционная модель и насколько велика разница. Но здесь цена уже в 10 раз дороже. Так что, в принципе, за свою цену вот эти машинки вполне нормальные. Если, допустим, вы только начинаете коллекционировать масштабные модели и, конечно, в вашей коллекции вы не можете приобрести очень дорогие модели, то, в принципе, эти машинки очень хорошо подойдут для вас. Вот такие замечательные модели. Я не знаю, есть ли у вас у кого-то именно тюнинг модели от производителя Burago. Если есть, напишите в комментариях. Будет интересно почитать, в каких окрасках вы приобрели свои модели. Увидимся в следующих видеообзорах. До новых встреч. Пока.